Притча, 30 глава. Слова Агура сына Иаке. Вдохновение и изречение, которое сказал этот человек, Эфиэлу, Эфиэлу и Укалу. Подлинно я более невежда, нежели кто-либо из людей, и разума человеческого нет у меня. И не научился я мудрости, и познания святых не имею. Кто восходил на небо и не сходил, кто собрал ветер пригоршен своим, кто завязал воду в одежду, кто поставил все пределы земли, какое имя ему и какое имя сына ему, знаешь ли? Всякое слово Бога чисто, он щит, уплываешь на него. Не прибавляй к словам его, чтобы он не обличил тебя, и ты не оказался лжецом. Двух вещей я прошу у тебя, не откажи мне, прежде нежели я умру. Суету и ложь удали от меня, нищеты и богатства не давай мне. Питай меня насущным хлебом, дабы, присытишись, я не отрогся тебя и не сказал, кто Господь. И чтобы, обеднев, не стал красть и употреблять имя Бога моего в суе. Не заслов раба перед Господином его, чтобы он не проклял тебя, и ты не остался виноватым. Есть и род, который проклинает отца своего и не благословляет матери своей. Есть и род, который чист глазах своих, когда как не омыт от нечисток своих. Есть и род, о, как высокомерны глаза его, и как подняты ресницы его. Есть и род, у которого зубы мечи и челюсти ножи, чтобы пожирать бедных на земле и нищих между людьми. У ненасытимости две дочери. Давай, давай, вот три ненасытимых, и четыре, которые не скажут довольна. Происподняя и утроба бесплодная земля, которая не насыщается водой, и огонь, который не говорит довольна. Глаз, насмехающийся над отцом и пренебрегающий покорности к матери, выклют в вороны степны и зажрут птенцы орлины. Три вещи непостижимы для меня, и четырех я не понимаю. Пути орла на небе, пути змеи на скале, пути корабля среди моря и пути мужчины к девице. Таков путь и жены прелюбодейной. Поела, я потерла рот свой и говорит, я ничего худого не сделала. От трех трясется земля, и четырех она не может носить. Раба, когда он делается царем, глупого, когда он досыта есть хлеб, позорную женщину, когда она выходит замуж, и служанку, когда она занимает место госпожи своей. Вот четыре малых на земле, но они мудрее мудрых. Муравьи народ не сильный, но летом заготавливают пищу свою. Горные мыши народ слабый, но ставят дома свои на скале. У саранчин нет царя, но выступает вся она стройная. Паука лапками цепляется, но бывает в царских чертогах. Вот трое имеют струнную походку, и четверо стройно выступают. Лев силачий между зверями не посторонится ни перед кем. Конь и козел, и царь среди народа своего, если ты с заноштивостью своей сделал глупость и помыслил злое, то положи руку на уста, потому что, как взбивание молока производит масло, толчок в нос производит кровь, так возбуждение гнела производит ссору. Аминь. Молодец.